Друзья, приветствую! Николай из ХМАУ Хантамансийского автономного округа прислал образцы масла Toyota Motor Oil 020 это шестой ильсак значит из Camry 70-ки 19-го года с объемом 2.5, 2 AR-FE 181 сила значит с пробегом в общем около 802 тысяч километров и пробег на масле чуть более 2000 километров 128 моточасов при низкой средней скорости 16 километров в час но понятно это север у нас это прогревы постоянные поэтому и скорость такая значит баночка свежего данное масло я уже проверял сравню с эталоном и отработка так я посмотрю проверю сравнив с эталоном уже данное масло и потом проверю отработку через несколько секунд покажу вам результаты не переключайтесь ну вот результаты готовы предлагаю ознакомиться с ними первым делом на что похоже образец данного масла смотрите максимальное совпадение это с маслом lexus 020 gf6 99,41 процента на втором месте масло toyota motor oil 98 28 это тоже самое 020 и на третьем месте вот два мобила идут значит смотрите я уже проверял сравнивал масло toyota и lexus это же отличие был чуть более процента ну примерно 1,2 процента я тогда подумал что вроде как и ну там по и антиокислителем было отличие и немножко может быть чуть-чуть по пакету вот что в общем-то масло от одного производителя ну как будто бы их делают разные заводы и вот николай мне подтвердил он прислал вот две фотографии значит значит он говорит что в сети утверждают что toyota делают два производителя и diminsu и exxon mobil и вот даже вот по этому коду на канистре можно определить кто делал вот в данном случае я думаю что это скорее всего exxon mobil потому что в третье четвертая строчка совпадение по мобилу так ну давайте посмотрим результаты по свежему это свежий образец ведь их мало подписано значит откисление 1729 говорит о том что здесь присутствует эстеры в некотором количестве не очень много но они есть тем не менее противоизносных присадок почти процент также присутствуют антиокислители фенольные в небольшом количестве 0,14 сотых и аминный в хорошем количестве 1 и 2 почти щелочное 795 кислотный 179 что же типичные значения вязкость двадцатка 842 типичная тоже так значит по свежему понятно все 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 в норме давайте посмотрим что с отработкой так вот toyota motor oil camry 2 r fe 128 от часов первая строчка это у нас бензин значит присутствует бензин 0,78 процентов небольшое количество значит окисление нитрования нарастает нитрование сильнее но здесь связано с с эстерами значит окисление я вот уверен в этом и вот загадочный момент 116 больше стало противоизноски значит фенольные тоже присутствует 0,8 еще и аминных еще 70 почти процентов щелочное 655 не сильно просела и немного оно подросло кислотное 2,58 так да видим просадку по вязкости 7,91 но ничего удивительно здесь присутствует бензин в масле небольшое количество есть воды 0,08 и сажи 0,03 ну опять же это прогрева это вот север значит тут ничего удивительного и давайте посмотрим вот прогноз получился так я здесь немного напутал выделил красным цветом вязкости видимо с прошлого анализа поэтому не обращать внимание значит и смотрите какой прогноз получился 332 моточаса по моющим нейтрализующим свойствам казалось бы фантастический прогноз для эльсака но у меня на канале есть видео по результатам проверки отработки в лаборатории урц масло синтек платинум показала прогноз там по моему 430 моточасов я я связываю это с тем именно что низкая температура холодно масло сильно не нагревается значит и химические реакции не не ускоряются от температуры как мы все знаем по школьному курсу да кстати не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик да и масло не сильно нагревается поэтому скажем так химические реакции замедленные в том числе самые главные реакции это окисление поэтому я думаю что в условиях севера масло вот по моющим нейтрализующим все-таки может больше выдержать вот и опять же обороты тоже не трава не кстати связано с оборотами вот и чем ниже обороты а это прогревы по скользкой и заснеженной дороге тоже сильно не погоняешь вот и это тоже оказывает я уверен свое влияние значит такие моменты по да там по противоизносным присадкам в отработке оказалось больше я связываю это с с эфирами просто в тем маслах где много эстеров там они вообще забивают противоизноску пик 1800 примерно они забивают в данном случае часть эфиров осталась в моторе их уровень в отработке был меньше и поэтому я думаю что значит как бы вы износка вылезла чуть больше ну такое мое мнение значит пишите что думаете может может я где-то ошибаюсь я считаю что все ошибаемся поэтому поправляйте делитесь мыслями но такой получился прогноз масло понятно достаточно качественная вопросов нет к нему отработала хорошо ну а выбор конкретных масел уже за за каждым из вас скажем так вот благодарю николая за предоставлены образцы за поддержку канала все кто посмотрел данными видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира да и учитывая что это первое видео в новом 2024 году поздравляю всех кого не поздравил с новым годом также здоровья благополучия удачи берегите себя и близких всем всем пока увидимся в следующих видео